Здравствуйте, дорогие зрители Евразион! Позвольте нам представиться. Мы представляем международный фестиваль детско-инвежеского кино «Ноль плюс», который будет проходить в Тюмени 29 ноября по 3 декабря. Это Ирина Егорова, исполнительный директор кинофестиваля. Я же Александр Школенко, специалист по связям с общественностью и международным отношением. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили с Александром встретиться и рассказать о предстоящем событии в нашем городе, организаторами которого являемся, в том числе и мы. Это международный фестиваль детско-инвежеского кино «Ноль плюс». Нас очень часто спрашивают, почему именно этот фестиваль, этой тематики мы решили организовать в Тюмени. Ведь Тюмень – это не центр производства детского кино, и, соответственно, возникают вопросы, что здесь мы будем делать и что показывать, и для кого. И насколько вообще это всё серьёзно. Да, и пообщавшись со многими представителями различных структур между друг другом, конечно, мы хотим сегодня сказать, что эта тема очень актуальна на сегодняшний день не только в нашем городе, но и в нашей стране, поскольку детско-инвежеское кино – это основной способ и средство, через которое вообще передаются ценности. Семейные ценности, человеческие ценности, ценности детей, дружбы, добра, красоты. И очень важно это кино, конечно же, транслировать и повышать качество его производства. Именно поэтому мы решили в нашем фестивале собрать эти лучшие работы и собрать мастеров, которые помогут это производство улучшить. Ну, и теперь можно сказать непосредственно о структуре кинофестиваля, о том, что он в себя выбирает, какие мероприятия включает и какая его программа. Что ж, кинофестиваль состоит у нас из конкурсного показа, да? На нем у нас будут показываться художественные, документальные, игровые, документальные, анимационные фильмы. Также пройдет конкурс детских, конкурс фильмов детских киностудий. Вот, более того, поскольку фестиваль международный, то также будет международный конкурс в короткометражных игровых фильмах. Вот, поэтому это что касается одной части, конкурсной. Далее также будет внеконкурсная программа, которая включит также документальные полнометражные, короткометражные, игровые короткометражные, полнометражные фильмы из разных стран. Более того, у нас есть несколько спецпоказов. Первая – это спецпрограмма «Человек труда», направленная на аккумуляцию и демонстрацию фильмов, рассказывающих о профессиях, о труде, о людей с каким-то талантом, которые реализуют этот талант в той или иной профессии, в сфере деятельности. Это может быть и искусство, и творчество, и индустриальная сфера, и сфера образования и так далее. Кроме того, среди спецпоказов будут демонстрация фильмов и мультфильмов всем известных студий. Первая студия – это «Союзмультфильм» с новыми фильмами, также будет «Ретроспектива». Также студия «Дисней» с новыми фильмами, которую представит президент фестиваля Владимир Граматиков. Вот такая интересная программа нас ждет. И давай, Саша, тогда все-таки остановимся на том, какие фильмы мы отбирали для нашего кинофестиваля, и что мы для зрителей подготовили. Потому что, как у любого кинофестиваля, есть свои критерии определенные, и мы их, конечно же, придерживались. То есть, в первую очередь, это ценности. Это семейные ценности, человеческие ценности, которые помогают сделать наш мир немножечко лучше. Да. Ирина, я бы хотел спросить, каким образом мы говорим, что кино транслирует ценности? Как это понять лучше? Как это понять практически? Ну, вот я могу вспомнить такой пример, который очень часто приводят исследователи как раз-таки кино. Например, в Бразилии было произведено такое исследование, когда в разных районах вечером демонстрировали сериалы на разные темы. То есть, в одном районе это были комедии, комедийного жанра сериал, в другом районе что-то на вроде боевиков. Вот такой был жанр задет. И через полгода произвели исследование о том, вообще, как идет жизнь течет в семьях в этих районах. И оказалось, что там, где демонстрировались боевики, то там большее число разводов произошло за это время. И количество вызовов полиции намного увеличилось. В том районе, где демонстрировался семейный комедийный фильм, увеличилось число рождаемости и число браков заключенных вот именно в этом месте. То есть, можно, в общем-то, на таком простом примере судить о том, насколько все-таки кино и то, что мы смотрим по телевидению, влияет на то, как вообще наше сознание формируется. Поэтому очень важно выбирать то, что мы показываем своим детям. Ведь наши дети – это наше будущее, и именно они будут строить наше общество. Ну да. Очень показательный пример действительности. И также можно просто вспомнить о том, как мы были на том или ином фильме, в кинотеатре или по телевизору смотрели какой-то фильм, и с каким настроением мы просто заканчивали просмотр. То есть, что он оставлял, и, возможно, также есть возможность углядеть какую-то перспективу разворота событий после просмотра этого фильма. Ну, это такой, может быть, момент для наблюдения для нас всех, можно попробовать. Таким образом, да, мы понимаем, что кино действительно очень важно, особенно для детей, поскольку дети вообще своей простотой и открытостью показывают и доказывают то, что они очень восприимчивы. И, Ирина, что ты думаешь по поводу кино как образовательного момента? Ну, вот эту тему мы как раз хотим тоже поднимать на нашем круглом столе, который будем проводить в рамках фестиваля. Круглый стол будет посвящен теме развития детско-инушевского кино. Кстати, на этот круглый стол мы приглашаем всех желающих, которые относятся вообще к детям. Да, может быть, родители, представители каких-то структур властных, общественных организаций. Потому что нам очень важно собрать мнение вообще со всего общества. Мнение какое? Какие фильмы нашим детям нужны? То есть, что снимается сейчас и что нам нужно снимать? Да, что нужно школам, что нужно родителям? Поскольку на круглом столе будут участвовать и представители власти, и представители Союза кинематографистов, которые специально приедут из Москвы, то, соответственно, мы сможем подготовить какой-то документ, регламент, который в дальнейшем будем рекомендовать к принятию, к рассмотрению уже более вышестоящие органы. Поэтому очень важный вопрос, на самом деле, который мы можем с вами затронуть и рассмотреть. И кино как образование в некоторых учебных заведениях уже начинает присутствовать, когда на уроках применяют аудиовизуальный контент. Да, дети очень легко сейчас воспринимают информацию именно в виде ее и слыша ее, поэтому здесь также важно обратить внимание на то, как мы формируем именно этот контент. Мы, кстати, планируем после фестиваля вот такие уроки в некоторых школах запустить. Именно уроки, даже я бы сказала, встречи, такие дружеские встречи, и в которые будет задета учеба, как вообще смотреть кино, что нужно здесь прослеживать, какую мысль, то есть чему это кино учит, то есть чтобы и дети, и уже юноши умели анализировать и наблюдать за своей мыслью, чему они вообще уделяют внимание, что они смотрят. Можно провести аналогию литература, кино, да? То есть то, что сейчас в литературе преподается в школе, это тоже своего рода активизация образного мышления в людях, активизация в принципе мышления, работы ума, мыслительных процессов. Чем отличается кино от литературы в данном случае? В данном случае, ну, как и кино, как и литература, это то, что учит нас мыслить, размышлять, да, видеть примеры какие-то, как, например, автор выстраивает свою мысль, так же, как режиссер выстраивает свою мысль в кино, да, передавая ее зрителю. Поэтому здесь нужно уметь делать и то, и другое, конечно. Да, да, согласен. Недавно, Ирина, мы с тобой встречались с руководителем детской анимационной студии Вячеславом Вороцаевым, это детская студия «Пламя» в нашем, в Тюмени. Мне понравилась мысль Вячеслава о том, как он работает, вообще мне понравилось то, как он работает с детьми. В частности, это его подход к мышлению, к направлению детей при работе с ними. А именно, когда они занимаются формированием сюжета, для своего того или иного анимационного ролика, выбирают героев, вообще суть, идею, Вячеслав сказал, что важно в этом случае направлять детей, поскольку иногда он может замечать, что есть, например, у детей склонность к представлению чего-то в каком-то грубом русле или не совсем, что ли, этическом, да, или не совсем позитивном, потому что герои же много мультипликационных, и дети очень любят копировать этих героев. И вот они нарисуют там одних, вторых, третьих каких-то агрессивных. А Вячеслав помогает им тем, что он спрашивает, а зачем вам эти герои? Вы придумайте своих героев. И здесь опять-таки вот очень хороший пример именно образования, да, то есть в анимации, как дети начинают мыслить, какой мой герой, какой я его хочу сделать. И здесь вот, конечно, очень важна роль педагога в том, что он направляет мышление ребёнка на позитив, на как бы на собственное развитие. Да. Очень хороший пример. И хотели мы ещё рассказать сегодня про дополнительные программы, да, которые очень связаны по тематике с нашим фестивалем. Вот Александр знает про них. Очень радостно от того, что вообще такие проекты направлены на развитие детско-юношеского творчества, они и в России есть, и они также будут представлены на нашем кинофестивале. В программу также войдут спецпоказы фильмов, лауреатов таких известных международных фестивалей, как «Лучезарный ангел», это фестиваль, который, благотворительный кинофестиваль, который поддерживается и государством, и нашей православной церковью. Это фестиваль в кругу семьи, в рамках общенациональной программы в кругу семьи, которая также занимается трансляцией, ну вот видите, у нас есть такой термин теперь, транслирование ценностей через кино, который также аккумулирует вот такие положительные работы, и очень здорово, что наши коллеги отозвались, чтобы вот этот напор в аккумуляции и в действительности позиционирования этой задачи по развитию детского и юношеского кино вместе с нами установить и развить. Вот таким образом. Таким образом, мы сегодня обозначили основные наши программы фестиваля. Добро пожаловать на наш фестиваль. Ждем вас всех с 29 ноября по 3 декабря. И основные площадки сейчас расскажет Александр. Основная площадка это кинотеатр Космос, также технопарк, зал на Республике 2, это зал Академии ТГАКИСТ. Открытие у нас будет в Дворце Пионеров, а также показы будут проходить в Доме кино в торговом центре «Фаворит». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok